Приветствую вас, дорогие зрители, на своем ностальгическом развлекательном канале про антикварный Деним, который я вам сегодня не покажу. Давайте отдохнем от джинсов, поговорим на тему, на которую только, наверное, самый ленивый блогер еще не высказался, ну, реакция на нашумевший сериал «Слово пацана». Вот почему я вдруг решил, ну, потому что события мне эти близкие, очень хорошо я помню Казань в 80-х, 90-х годах, все это на моих глазах было, я все это прожил, но вот поскольку все-таки наш канал про антикварные вещи, про винтажную одежду, давайте вот именно эту сторону фильма обсудим, но насколько авторам фильма удалось точно передать атмосферу и антураж вот этого времени ну, в лице главных героев, этих группировщиков. Вы знаете, скажу сразу, в общем и целом фильм достоверен, а вот уже о каких-то нюансах и деталях можно поговорить сейчас. Образ типичного мотальщика оформился где-то уже ближе к концу 80-х годов, 87-88 год. Я прекрасно помню, как в хоккейных коробках стали собираться эти кодлы на сходники, одеты, как из одного инкубатора, в ногах вот эти широченные черные штаны, трубы так называемые, не клиша, а именно трубы, причем с наглаженными стрелочками, очень аккуратные, причем гопники выглядели достаточно аккуратными, чисто. На них были одеты вот эти самые телогрейки, но не те ватники, которые вы представили, а именно зимние рабочие куртки, скорее, так назовем, черного цвета, где снаружи была какая-то рабочая ткань типа мешковины, а снутри подклад и вот такой мех сверху. Хорошо, также в фильме показаны вот эти фернандельки, вязанные шапочки с козырьками. Вот тоже, конечно, это массово имело место, но вот про трубы, про черные, они упустили, это им минус. Каждый гопник имел в своем арсенале турецкий черный свитер со страшными узорами, ромбиками. Впоследствии, кстати говоря, уже в 90-х годах эти страшные турецкие свитера сменились на более красивые свитера бойс. Также в 90-х годах потихонечку стали у них уходить из моды вот эти вот фернандельки, и многие стали носить уже более взрослые норковые формовки. Также и брюки, вот эти черные трубы, также стали заменяться на какие-то более приличные слаксы, и джинсы-кардинал, по-моему, они тогда назывались. Ну, вот как уж не сказать пару слов, историй про джинсы, наш канал про джинсы. В фильме правильно показано, гопники джинсы, как правило, не носили. И редко можно было кого увидеть, это была нетипичная абсолютно для них деталь. Носили в основном какие-то музыканты, пижоны носили джинсы, но только не гопники. Вот я также хорошо помню две истории, связанные с джинсами с той эпохи. Это когда ко мне домой прилетел один гопник из соседнего дома, в руках держа сверток с таиландскими джинсами Кевин. Он мне их предложил по какой-то символической цене, от которой я не мог отказаться, конечно. И я сразу понял, я знал, что эти джинсы были отжаты у вьетнамца на вьетнамском рынке. Даже знал, как они это делают. Один морочит голову вьетнамцу, второй там тырит с прилавка и убегает. Это даже происходило на первых курсах Казанского института, когда я учился, тоже вот в фойе. Пацаны приносили вот эти отжатые вещи с вьетнамского рынка и продавали их там в полцены. Вот в этих джинсах Кевин, кстати, я проходил аж до третьего курса. Они еще так неплохо потерлись, даже нравились. Вторая история связана с джинсами, когда в 88-м году на уроке НВП почему-то к нашему преподавателю, офицеру, пришли два лидера нашей местной группировки. И один из них был одет прям как типичный гопник, как вот я вам описываю. А второй совершенно контрастировал, не был похож. Я лишь знал, что он один из лидеров, потому что мне была погоняла князь. И больше похож он был на какого-то валютчика, чем на гопника. На нем была норковая формовка, джинсовая шерпа, очень дорогая, которую можно было только в комиссионках увидеть. Столь бешеных, а не денег тогда. И мало их, кстати говоря, носили гопники. В первый раз тогда увидел джинсы пирамиду в 88-м году. Страшно они мне тогда понравились, потому как на полках там только, по-моему, мальвины лежали, и вот эти тайландские джинсы типа Кевина, которые мне достались. Типичный образ гопника, как я вам уже сказал, тоже менялся со временем. В начале 90-х годов эти были массово свитера бойс они таскали. Вот эти вот формовочки стали входить в моду норковые. Также, конечно, ну как не сказать про попугайчие турецкие спортивные костюмы Adidas совершенно какими-то уродскими сочетаниями цветов овощного магазина красный, синий, зеленый. Тут мне не нравились эти костюмы, хотя у меня тоже был костюм Adidas, но другой. Не такой попугайчный. Ну, из каких-то таких элементов одежды можно было вспомнить, что у кого из них были деньги, они старались покупать на зиму какие-то дубляши короткие, типа Pilot B3 Cockpit, ну, знаете, вот эта зимняя куртка военного летчика. Но большинство в 90-х годах, как я помню, уже переходили на турецкие пуховики, вам это хорошо, наверное, знакомые, и стали входить уже в моду кожаки. Это были короткие пилоты укороченные и тренчи по бедра. Вот где-то уже в 90-х, вот первой половине 90-х годов вот группировщик Гопник стал уже выглядеть более цивилизованно, более престижная. И вот эти кожаные куртки и брюки стали уже походить на-ля какие-то брендовые вещи. Редко можно было увидеть эти фернандельки, это уже были какие-то формовки норковые. То есть вид у них становился все более приличным, но и сами мотальщики, группировщики также в это время уже становились настоящими ракетирами и членами бандитских ОПГ. И вот как раз насилие, показанное в фильме, вот пришло как раз именно в это время на моей памяти. Да, действительно, в 80-е годы они бегали, проламывали друг другу башку, были травмы, несчастные случаи, но все-таки массовое насилие и вот эти убийства, они как раз пришли с начала 90-х, в середину и конец 90-х. Вот это начался настоящий беспредел и каждую там неделю можно было услышать, что там здесь завалили какого-то лидера банды, группировки. Я хорошо помню, что самым обычным делом было, когда на лекциях прямо в институте или там где-то в техникум приходили, прямо милиция надевала наручники и уводили прямо с уроков. Но вот опять же, говорю по моим воспоминаниям, вся дичь это именно ельцинские бандитские 90-е годы. Находили тела в водоемах полуразложившиеся, заживо сгоревшие трупы, как потом судмедэкспертиза показывала, подснежники в лесополосах выкапывали по весне. То есть вот это вот все действительно это как раз типовые истории уже 90-х бандитских годов. Я не знаю, может быть я какие-то моменты упустил из своего рассказа. Вы, пожалуйста, мне дополните их в комментариях. Наверное, у вас будут какие-то свои интересные воспоминания, о которых я мог просто забыть или упустить из виду. Вы, пожалуйста, пишите. В общем, друзья, на этом свои воспоминания я заканчиваю. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал и группу. И до новых встреч!